Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на несколько каток, словно известного Дракулу. Перед тем, как мы начнем, сразу посмотрим на его характеристики. Динамику, все подобные вещи заценим мы, безусловно, непосредственно в бою, как обычно. Обратим внимание исключительно на его орудие. Итак, его орудие позволяет вниз опускаться на 10, вверх подниматься на 20, что является очень комфортным для данной СТшки. Что касается среднего урона, который вылетает за один шот, 225 единиц альфы. Но я бы не сказал, что это на сегодняшний день уже какой-то такой, знаете, выдающийся показатель. Раньше, да, безусловно, эта цифра была куда приятней. 155 мм пробития, тоже как бы для семерки, особенно когда ты там бодаясь с какими-то тяжами, пытаясь их закрутить, не всегда пробиваешь. Ну, в общем, короче говоря, тоже. Я бы сказал, что хотелось бы немножко побольше, и тогда игралось бы гораздо комфортнее. Тем более, что машинка, в принципе, она была рассчитана изначально на фан от игры, а не на то, чтобы прям там на ней косить, 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 ну и, соответственно, что-то открывать. Поэтому ради фана могли бы немножко и добавить. Хотя, не знаю, возможно, превратилось бы в имбу. Время перезарядки составляет 6,4, что, в принципе, для среднего танчика, ну, довольно неплохо. Вот опять-таки вернемся, 6,4, конечно, неплохо перезарядка, а вот 225 единиц, как бы, ну, очень маловато. Было бы здесь хотя бы 260, 280, ну, как-то было бы поинтереснее и поприятней. Урон в минуту 2,110, но этот урон надо еще попытаться реализовать. Дело в том, что данная машина, она абсолютно картонная. Вот прям, как я люблю говорить, из мокрого папье-маше сделано из туалетной бумаги. Прошивается везде полностью рандомные рикошеты, иногда какие-то там бывают, и ты, честно говоря, ну, больше сам удивляешься тому, что от тебя отрикошетило, чем относишься к этому, как к чему-нибудь нормальному и естественному. Что касается времени сведения, разброса на 100 метров, посмотрим непосредственно в бою, куда сейчас и отправимся. Перед тем, как мы с вами начнем, я хочу попросить каждого из вас, закатываясь в бой, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, обязательно подпишитесь на мой канал. Я стараюсь ради вас, я делаю для вас, надеюсь, интересные и приятные видосы. Ну, а, соответственно, вы уж отблагодарите меня подпиской на канал, поддержите мой канал этим, ну, и помогите развиваться. Итак, ребят, первое, что мы заценим, это подвижность данной машинки. Подвижность машинки, ну, очень такая себе приятная, но, честно говоря, я помню, что раньше, когда ее только ввели в игру, эта подвижность, она была какая-то умопомрачительная, и, соответственно, она просто-таки не могла не радовать. На сегодняшний день у меня ощущение, что все-таки немножко подкрутили характеристики данной машины, потому что, ну, не так она бодра, как она когда-то была. Ну, возможно, это мои какие-то там личные ощущения, субъективное мнение, уж не обижайтесь, если вы со мной не согласны. Просто напишите об этом в комментариях, обязательно почитаю, обязательно что-то отвечу. Что касается того, что может машинка на сегодняшний день. Раньше я помню, когда заходишь в бой, и против тебя есть Дракула, уж тем более, если, не дай бог, против тебя целый взвод Дракул. Ну, ты такой прям совсем в осадок выпадал, и думал, ё-моё, но, наверное, я уже и поиграл, не начав. Что же касается на сегодняшний день, то данная машинка, всё-таки, я бы больше сказал, осталась танчиком для коллекционеров, чем машинка для нагиба. Потому что, честно говоря, отыгрывать на ней в современном рандоме, со всеми этими барабанными танками, со всей вот этой вот новой, я бы сказал, динамикой боёв, получается крайне сложновато. Вот раньше, заехав в какой-нибудь подобный замес, я бы кого-нибудь абсолютно спокойно закрутил, но и накидывал им почём зря. Сейчас почему-то танчик этого не может, и мне почему-то кажется, с учётом того, что я неоднократно уже встречал этот танчик в бою против себя в современном рандоме, для меня Дракула на сегодняшний день не является абсолютно страшным соперником. Я абсолютно спокойно к нему отношусь, абсолютно не боюсь, когда он на меня выезжает, и я как-то всегда нахожусь практически в полной уверенности того, что я его вынесу. Ну, вот такие вот у меня ощущения. Досмотрим сейчас этот бой и закатимся в следующую катку. Возможно, повезёт больше. Вот так вот быстро, ребятки, со счётом 7-1 закончился этот бой. Результаты наши никудышные. 837 единиц урона. По серебру на паршивые 13500 в плюсе, хотя и на том большое спасибо, хоть не в минусе, мы заняли второе место по урону, но я не могу сказать, что мы там отыграли прям совсем хорошо, но и в последнее время не намного лучше отыгрывается. В основном, все разы, которые у меня были на этом танчике за последнее время, заходов в бои приводили к тому, что я там наносил, как правило, по 1000-1200 урона и больше почему-то не вытягивал. Давайте закатимся в следующую каточку. Я не знаю, что получится сейчас в ней, но параллельно хочу заострить внимание на следующем. Принимая во внимание то, что вроде бы танчик, он должен быть типа подвижным и наносящим, приносящим даже, наверное, хаос в ряды противника, въезжая в эти ряды, ну абсолютно, скажем так, нежданно-негаданно, где-нибудь с тыла и так далее, танчик почему-то на сегодняшний день этого уже не может. Отмечу, что, ну не может быть такое, что именно в моих руках резко танчик стал плохим, а все остальные на нем отыгрывают классно и хорошо. Дело в том, что я неоднократно, как я уже говорил, встречал данный танчик в бою, и он не как-то вызывает какого-то ужаса, да, и боязни того, что, блин, вот сейчас с ним именно придется как-то бодаться. О чем это говорит? Мне кажется, что сам танчик стал либо хуже, либо просто перестал быть актуальным в современном рандоме. Ну вот разносят его и разносят играть на нем где-то от каких-то стоящих позиций, но я не знаю, а зачем тогда этот танк? Просто заехать и ПТ-шить, но он для этого не предусмотрен. Шьется он везде, он шьется в бока, он шьется в морду, он шьется, извините, сзади, но он везде шьется. Ну то есть мне кажется, что может если у него и есть где-то броня, то это только вот какое-нибудь броня на пузе, которую никто не видит и возможно только если я перевернусь на бок и мне будут бить просто в днище, то там меня не пробьют, хотя в этом я тоже очень сильно сомневаюсь. Вот химерка, честно говоря, на сегодняшний день, допустим, является гораздо лучшим прям танчиком, чем тот же самый Дракула. Да, восьмерка, то семерка, вроде бы сравниваем несравнимые вещи, но химера не настолько сильно устаревает в рандоме, как это сделал Дракула. Может времени как-то меньше прошло, но а может все-таки с Дракулой что-то произошло. Ребят, я не знаю, если вы знаете правильный ответ, вплоть до того, что можете сказать, что у меня просто косые руки, в ваших руках этот танчик играется гораздо лучше, но мои бои, ну, не становятся на этой машинке лучше, сколько бы я ни пытался, как бы я ни играл. Играя я где-нибудь на позициях ПТ, я картонный, как только меня засвечивают, соответственно, начинают по мне отстреливать. Закрутить кого-то на этой машинке уже практически не получается, только в тех случаях, если враг прям стоит на месте и союзников у врага нет, соответственно, вы можете вокруг него кружить. Но опять-таки, честно говоря, ее урона, ну, не совсем этой машинке достаточно для того, чтобы настреливать и прям быстренько и бодренько кого-то отправить отдыхать в ангаре. Короче говоря, мое скромное субъективное мнение. Дракула на сегодняшний день, ну, просто архи устарел, и он слился, он сдулся, и он практически ничего не может. На 10 боев, максимум 1 или 2 боя, в которых машинка хоть что-то смогла, хоть что-то сделала. Все остальное, ну, как-то не совсем. Поэтому мне, честно говоря, Дракула перестал нравиться, ну, прям полностью. И сейчас за любые деньги, за какие бы эту машину не продавали, ни на каком из аукционов, нигде, возможно, где-то тысячи эндек за 4-4,5, возможно, взять просто в коллекцию для того, чтобы стояло, чтобы было, чтобы хвастаться, что у тебя есть Дракула. Вот и все. А играбельности, по моему субъективному мнению, уж не обижайтесь, те, кто со мной не согласен, данная машинка не играется на сегодняшний день, ну, прям совсем. Вот как-то приблизительно так. А на данный момент у меня все. Всем всего хорошего. Заходите на канал, подписывайтесь на канал, буду вам очень благодарен. Приходите на стримы, где я играю с ребятами, которые смотрят стрим абсолютно бесплатно. Всем всего хорошего, всех благ, забегайте на огонек, буду всегда рад вас видеть. Ну и, соответственно, как обычно, исключительно мира вам.